Привет, дорогие мои друзья! С вами, как всегда, я, Олеся Медведева. Прямо сейчас будем подводить итоги уходящего дня, говорить о том, что произошло сегодня, в понедельник, 12 августа, и частично заденем события, которые происходили на выходных. Безусловно, мы начнем с ситуации в Курской области. Местные власти заявили, что Украина на данный момент, ВСУ, контролирует 28 населенных пунктов, что им удалось проникнуть вглубь на 12 километров, а ширина фронта составляет аж 40 километров. И, как они утверждают, на этом театре военных действий осталось 2000 человек, о судьбе которых они говорят, что ничего не знают. Комментируя эту информацию, украинский военный паблик Дипстейт заявил о взятии 44 населенных пунктов. Украинские власти, напомню, эту информацию не подтверждают. Вместе с тем, Минобороны России заявило, что ВСУ пытались прорваться в районах населенных пунктов Мартыновка, Барки, Коренева и Каучук. Заявлено, что атаки отражены. При этом, отдельные российские паблики пишут, что Мартыновка уже потеряна Россией. Другие этого не подтверждают, но сообщают, что украинских военных видели под Мартыновкой в селе Михайловка. Оба населенных пункта находятся на трассе, которая ведет из Суджи в Курск. И если они захвачены, то Суджи окажутся блокированы на этом направлении. Но пока официально в России заявляют, что атака на Мартыновку отражена, а также нет подтверждений потери россиянами в Михайловке. Москва утверждает, что украинские войска стационарно присутствуют в тех районах, которые на карте отмечены зелеными значками с белыми флажками. Продолжают действовать мобильные группы. Они, в частности, атакуют Беловский район Курской области, власти которого снова призвали жителей эвакуироваться. Тем временем, судя по всему, начались атаки и на Белгородскую область Российской Федерации. Вчера поступили данные о попытке прорыва украинских войск в районе деревни Колотиловка. Иными словами, ВСУ продолжает атаковать в Курской области, а также, судя по всему, прощупывает оборону российских войск на других участках границы. Если в целом подытожить все то, что сейчас известно о ситуации в Курской области Российской Федерации, то она, в принципе, следующая. С одной стороны, зона устойчивого контроля ВСУ – это 10, максимум 15 километров глубь. То есть, контролируют ВСУ те населенные пункты, которые находятся очень близко к украинской границе. Да, есть вылазки ДРГ. Они могут быть достаточно глубокими, скажем так, на несколько десятков километров. Но там эти группы не закрепляются. Поэтому, и давайте снова смотреть на карту, пока нет речи о том, что зона контроля ВСУ подходит к Ильску, Льгову или, тем более, к Курской АЭС. Российское командование пока не может купировать проникновение малых мобильных групп ВСУ в тылы. Следовательно, какой-то сплошной линии фронта, как, например, на востоке или на юге Украины, пока нет. И, судя по тому, что мобильные отряды продолжают нащупывать слабые места в российской обороне, украинское командование не отказывается от планов при благоприятных условиях ввести туда еще резервы украинских войск, чтобы закрепиться. При этом та информация, которую в ночь на воскресенье распространяли всякие разные Z-паблики, паническая с их стороны информация о том, что ВСУ в Беловском районе наступает широким фронтом, не соответствует действительности. Также сегодня российский президент, пожалуй, впервые развернуто прокомментировал ситуацию в Курской области. Он заявил, что наступлением там Украина стремится улучшить свои переговорные позиции, но сказал, что ни о каких переговорах с Киевом не может быть и речи, Путин заявляет. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям в гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? Военной целью, по мнению Путина, является попытка остановить наступление российских войск на востоке Украины. Но, по его утверждению, темпы наступления России увеличились там в полтора раза. За политической целью Путин назвал попытку дестабилизировать ситуацию внутри России. Киев пытался разрушить сплоченность российского общества, но ему это не удалось, заявил Путин и добавил, что увеличилось количество добровольцев, желающих заключить контракт с МО Российской Федерации. Он ожидает, что Украина попытается пойти в наступление также в Брянской области и других приграничных регионах России. И заявляет, что на это будет дан достойный ответ. Он также поручил Росгвардии и ФСБ организовать борьбу с украинскими ДРГ, которые проникают в российский тыл. Но какой по итогу ответ на это все может дать российский президент? Пока вопрос открыт. И свои предположения на этот счет обязательно пишите в комментариях. В Госдуме же уже заявили, что в связи с событиями в Курской области мобилизацию проводить не планируют. Западные СМИ по поводу этой операции в СУ с одной стороны пишут о том, что за счет эффекта неожиданности получилось взять какое-то количество населенных пунктов, а с другой стороны многие так до сих пор и не понимают, а какова вообще цель. The Economist пишет, Россия перебрасывает в Курскую область меньше своих сил, чем хотела бы Украина. А переброска идет в основном с Харьковской области и гораздо меньше. С Донбасса источник в украинском генштабе заявил изданию, их командиры не идиоты. Они перебрасывают силы, но не так быстро, как нам хотелось бы. Они знают, что мы не можем расширить логистику на 80 или 100 километров. Само наступление, по данным издания, планировалось давно, но некоторые его аспекты указывают на определенную спешку в подготовке. Все трое опрошенных солдат, участвовавших в операции, узнали об этом за день до штурма. Их сняли с других направлений на востоке и даже не дали отдохнуть. В ходе наступления часто были случаи дружественного огня. Бойцы шли по 10 километров в день, каждую ночь заменяя передовые части на спешно вырытых позициях впереди них. На третий день по ним ударили кабы. 12 человек из роты погибли на месте. Многие были ранены. Главное достижение этого наступления, по оценке издания, подъем морального духа в СУ. Британская газета The Times пишет, что Зеленский месяцами давил на генералов, чтобы начать летнее контрнаступление. Они колебались из-за проблем Украины с людьми и ресурсами. Издание называет решение Зеленского атаковать Курскую область самым рискованным за все время войны. Это наступление, как они пишут, застало врасплох не только Москву, но и Запад, который вряд ли бы одобрил такие действия, если бы Киев спросил его мнение. Зеленский своими действиями отчаянно пытается изменить мнение, что Украина терпит поражение войне. Хотя это атака и не способна переломить вход боевых действий. Киев хочет отвлечь российские силы с других участков фронта и серьезно настроен на удержание позиций в Курской области. О том, что главная задача наступления – изменить нарратив о том, что Украина терпит поражение, пишет и Тайм. В публикации этого западного издания говорится, что выделенные на эту операцию силы ВСУ составляют от 6 до 10 тысяч военных. Раньше, напомню, говорили, что 6 тысяч, а до этого вообще говорили, что тысяча. Если эта информация соответствует действительности, что, кстати, далеко не факт, могут специально писать такие цифры, то даже этого не хватит для того, чтобы закрепиться на территории непосредственно Российской Федерации или для того, чтобы совершить бросок, например, к Курской АЭС. Максимум, чего можно достичь – это закрепление в приграничных районах и дальше переход в оборону. Хотя, опять-таки, не факт, что Тайм написали реальную цифру. Украинских военных там, на самом деле, может быть даже и больше. Но и в этом случае, если их там больше, то это далеко не факт, что так легко дальше удастся продвигаться, потому что эффекта внезапности – все, уже нет. Кроме того, резервы ВСУ, они не безграничны, особенно с учетом того, что для украинских военных сейчас очень тяжелая ситуация на востоке Украины. Но даже если Украина задействовала, на самом деле, немного ресурсов, человеческих я имею в виду, то за счет того, что ряд Z-пабликов и разного рода телеграм-каналов российских разгоняет зраду, как минимум частично может быть выполнена задача, которую, например, обозначили The Time – изменить нарратив, что Украина эту войну проигрывает. Ну и плюс какой-то элемент внутренней дестабилизации в России. Однако, естественно, все зависит от дальнейшего хода событий, как они будут развиваться. Если в ближайшее время российским войскам удастся переломить ситуацию в ближайшем приграничье, то у Владимира Путина появится возможность представить эту ситуацию как большую победу. И это, конечно, не даст Киеву воспользоваться информационно-политическим эффектом. Вероятно, такую угрозу видят и в Киеве, поэтому уже вовсю идут сообщения о том, что на занятых российских территориях ВСУ укрепляют оборону. Тем временем на подконтрольные ВСУ территории Курской области уже обратили внимание российские оппозиционеры. Они заговорили о создании альтернативных органов власти в Российской Федерации, если часть Курской области останется под контролем ВСУ в ближайшие недели. Заявление об этом сделал живущий в Черногории галерист-оппозиционер, бывший заместитель гендиректора российского Первого канала Марат Гельман. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Арифат Чубаров написал ему в Фейсбук, что российская оппозиция должна немедленно приступить к строительству прекрасной России будущего на освобожденной, как он выразился, территории, организовывать местные администрации, готовить школы для обучения детей и прочее. Гельман с ним согласился. Он в ответ написал, хорошая идея, мы для себя решили, что если территории останутся освобожденными три недели, начнем создавать Курский демократический регион. На просьбу уточнить, кто те мы, которые приняли такое решение, Гельман не ответил. Теперь, друзья мои, о том, что происходит на других участках фронта, как ранее мы с вами уже обсудили, одна из военных целей этой Курской операции ВСУ – это отвлечь с востока Украины российские войска. Однако, пока по оценке большинства экспертов этого не происходит. Наоборот, в западных СМИ звучат опасения, что курская ситуация может ухудшить ситуацию для украинских военных на Донбассе, в частности на Покровском направлении. Американский журналист Кристофер Миллер в своей статье для Financial Times пишет, что украинские солдаты, которые сейчас воюют в Курской области, были переброшены туда с Донбасса. Они ожидают падения Нью-Йорка уже в ближайшее время. Боец по имени Денис рассказал журналисту, что обеспокоит, что операция под Курском может ухудшить ситуацию для ВСУ на Донбассе. Нью-Йорк будет взят 100%, говорит военный. Это может произойти, говорит, даже завтра. Он предполагает, что российские войска, скорее всего, также возьмут часов Яры-Торецк. Перед Курской операцией высокопоставленный украинский чиновник сказал изданию, что в оборонительных линиях на востоке образуются трещины. О том, что российские войска существенно продвинулись на Торецком направлении, свидетельствует и карта военного паблика Дипстейт. Они захватили территорию между Нью-Йорком и селом Южное, которое ранее находилось в полуокружении. До полного окружения оставалось взять село Нелиповка. Судя по всему, именно поэтому украинские войска из этого полукотла, так сказать, и вышли. Также россияне продвинулись в сторону Торецка от Дружбы и к юго-западу от Нью-Йорка, в сторону Пантелеймоновки и Александрополя. Газета New York Times, комментируя обстановку на Донбассе, после начала Курской операции пишет, что украинские войска на востоке не чувствуют никакого облегчения ни по авиабомбам, ни по числу штурмов. Однако отмечу, что представители военного командования Украины в эфире телемарафона заявили, что существенно меньше на востоке стали сбрасывать кабов. Но так ли это на самом деле, пока неизвестно. Ну и как же без ситуации на Запорожской АЭС? Вчера вечером она загорелась, и первое это начала комментировать Украина. С заявлением об инциденте выступил глава никопольского РГА Евтушенко. По его словам, на электростанции могли поджечь шины. Он отметил, что опасности для жителей окружающих территорий нет. Вскоре с комментарием выступил уже Зеленский. Он опубликовал видео с места событий и заявил, что Энергодар, фиксируемый из Никополя, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции, пока показатели радиации в норме. Назначенные же Россией власти Запорожской области в ответ обвинили в пожаре ВСУ. Назначенный Россией губернатор Евгений Балицкий заявил, что в результате обстрела города Нагатара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. Из его заявления также следовало, что угрозы взрыва и других последствий нет. Радиационный фон в норме. Охладительная система, которая попала под удар, находится вдали от энергоблоков. Расширенный комментарий опубликовала компания «Росатом», которая сейчас контролирует АЭС. По ее данным, по одной из градиен ударили два украинских беспилотника. Это произошло в 2020 и в 2032. В воскресенье 11 августа начался пожар с горением внутренних конструкций. К 23.30 основное возгорание, пишут, было потушено. Заявление о ситуации выступили и в МАГАТЭ. Там подтвердили ЧП и отметили, что их сотрудники, находящиеся на ЗАЭС, слышали звуки взрывов и видели густой темный дым над северной частью станции. В агентстве полагают, что пожар на объекте охладительных систем ЗАЭС не повлиял на ядерную безопасность электростанции. Но вместе с тем они призвали прекратить безрассудные атаки на объекты ядерной энергетики. Ген-директор МАГАТЭ Гросси заявил, эти безрассудные атаки ставят под угрозу ядерную безопасность на станции, увеличивают риск ядерной аварии. Они должны прекратиться сейчас. Ну и как вы понимаете, судя из его цитаты, версию с покрышками он не поверил. Но в целом, друзья мои, видно невооруженным глазом, что после начала этой курской операции ситуация накаляется и эскалация нарастает. И важным итогом этого всего стало то, что уже практически перестали говорить о возможных переговорах. Раньше об этом так или иначе каждый день кто-то заявлял, а теперь нет. Да и судя по заявлению Владимира Путина, говорить Россия с Украиной сейчас не о чем. В Украине тоже, наверное, думают, что все хорошо, эйфория. Но так ли это на самом деле и каким последствиям это все приведет, совсем скоро узнаем. Ваши предположения на этот счет обязательно пишите в комментариях. На этом у меня пока все. С вами была, как всегда, я, Олеся Медведева. И совсем скоро снова увидимся. Не забывайте подписываться на канал Страна.юэй, подписываться на мой телеграм-канал Медведева Олеся, где я публикую ссылки на новые видео. Также отдельно напоминаю, что все видео, итоговые выпуски и не только я теперь публикую в Икс на аккаунте Страна.юэй. До скорых встреч. Пока-пока. Продолжение следует...